Дорогами мужества и стойкости Дорогами мужества и стойкости Автор Виктор Худалеев, Красная Звезда 15 апреля 2015 года, 18-8 Ветераны активно участвуют в патриотическом воспитании военнослужащих Как уже сообщала Красная Звезда В Москве в Культурном центре Вооруженных сил РФ Под руководством генерала армии Виктора Ермакова Состоялось расширенное заседание Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации ААФ ВС РФ На котором обсуждались предварительные результаты работы По подготовке к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне Началось заседание с чествований генерального инспектора Министерства обороны РФ генерала армии Владимира Михайловича Шуралева В связи с 80-летием Все, кто поздравил Владимира Михайловича со славным юбилеем Отмечали, что его жизнь Достойный пример служения Родине И заслуживает подражания со стороны нынешнего поколения защитников Отечества Далее с докладом о мерах по улучшению взаимодействия Министерства обороны РФ СААФ Вооруженных сил РФ И другими ветеранскими организациями Выступил начальник Главного управления по работе С личным составом Вооруженных сил этих генерал-майор Михаил Смыслов Он отметил, что за последние годы работа этой ветеранской организации Вооруженных сил заметно оживилась Произошло организационное укрепление ее рядов В войсках ощутили существенную помощь ветеранов в работе по героико-патриотическому воспитанию военнослужащих Более эффективным стало участие многих ветеранских организаций в работе по социальной защите ветеранов и членов их семей Огромный вклад внесли они в работу по подготовке к 70-летию Великой Победы Чему в немалой степени способствовали патриотический проект под знаменем Победы И смотр-конкурс на звание лучшей ветеранской организации в Вооруженных силах Подводя их итоги Председатель Совета организации генерал-армии Виктор Ермаков пояснил Что при оценке ветеранских организаций Вооруженных сил РФ Рассматривались пять важнейших направлений в их деятельности Первая из них – работа по патриотическому воспитанию гражданской молодежи и молодых защитников Родины В тесном контакте с главным управлением и органами по работе с личным составом А также с военными комиссариатами и инспекторским корпусом Вооруженных сил Отмечу, что за прошедшие полтора года ветеранские организации провели большую работу в этом направлении Минус сказал генерал-армии Виктор Ермаков Их представители активно выступают перед молодежью, регулярно организуют и проводят уроки мужества, тематические вечера, различные патриотические акции, в том числе проводы новобранцев в армию К примеру, в ходе подготовки к празднованию Дня Защитника Отечества в 2014 году перед личным составом выступило более 1500 ветеранов Вооруженных сил Генерал армии Виктор Ермаков сообщил, что в войсках при проведении занятий по общественно-государственной подготовке активно используется атлас-справочник Краткий курс истории Российской армии, изданный Минобороны с участием АААФ Вооруженных сил РФ Среди значимых мероприятий он выделил проведенную совместность ветеранской организации «Соратники» в мае 2014 года военно-историческую конференцию Посвященную 95-летию Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота А также презентацию научно-мемориального труда, подготовленного ветеранами-политработниками «Главпур» в зеркале истории современности Кроме того, в прошлом году совместно с Российским военно-историческим обществом был организован патриотический поход в Калининградскую область дорогами мужества и стойкости Посвященный 100-летию Первой мировой войны Вторым направлением генерал армии Виктор Ермаков назвал работу ветеранских организаций по оказанию помощи командованию военных округов, флотов, объединений, соединений и частей Военным комиссариатом по профессиональной ориентации молодых защитников Родины Ветераны стали частыми гостями в воинских частях, военно-учебных заведениях при принятии военной присяги, посвящении в различные воинские специальности, при выпуске курсантов из вузов, чествовании лучших по профессии По его словам, в целях успешного становления молодых офицеров повсеместно организовано наставничество Ветераны стали частыми гостями в воинских частях, военно-учебных заведениях при принятии военной присяги, посвящении в различные воинские специальности, при выпуске курсантов из вузов, чествовании лучших по профессии В наших ветеранских рядах, самые опытные, я бы сказал, элитные представители различных специальностей Среди них тысячи офицеров, имеющих высшие воинские и почетные звания, ученые степени, государственные награды, заметил Виктор Федорович Естественно, все это богатство должно работать и реально работает на подъем воинского мастерства Наши представители принимают активное участие в различных учениях, оперативных сборах, методических занятиях, подведении итогов учебно-воспитательного процесса Так, в мероприятиях в ходе внезапной проверки верховным главнокомандующим вооруженными силами войск Восточного военного округа и проведении стратегического учения «Восток-2014» приняли участие более 150 ветеранов ААА вооруженных сил РФ В августе прошлого года члены Совета Организации участвовали в проведении финала Чемпионата мира по танковому биатлону Третье важнейшее направление в нашей деятельности – это оказание посильной социальной помощи ветеранам, особенно участникам Великой Отечественной войны и боевых действий, минус продолжил председатель Совета Организации В этих целях при домах офицеров, при многих комитетах созданы справочно-консультационные пункты, где можно получить различную юридическую и правовую помощь Организовано регулярное посещение ветеранами военных госпиталей, вручение подарков больным ветеранам и воинам различных категорий Оказывается посильная помощь вдовам погибших и умерших ветеранов При оценке 4 и 5 направлений Виктор Федорович уделил внимание организации коллективного отдыха ветеранов и участию ветеранских организаций в военно-мемориальной работе Он также сообщил, что по инициативе Совета Организации в рамках празднования 70-летия Великой Победы министром обороны РФ выделен списанный самолет Ан-12 для установки на поклонной горе в качестве музея боевых действий в Афганистане Генерал армии Виктор Ермаков подчеркнул, что душевный и патриотический подъем ветеранов, вызванный подготовкой к юбилею победы следует использовать для повышения активности и боевитости рядов, усиления деятельности по военно-патриотическому воспитанию гражданской молодежи и военнослужащих совместно с органами военного управления, местного самоуправления, а также органами образования нужно разработать перспективные планы работы по повышению авторитета военной службы шефства над воинскими частями, военными учебными заведениями и трудовыми коллективами Комитетам, Советам, региональных и других ветеранских организаций необходимо принять практические меры по улучшению военно-мемориальной работы совместно с поисковыми отрядами продолжить поиск и перезахоронение останков советских воинов Минус обозначил план действий Генерал армии На завершающем этапе подготовки к юбилею победы во взаимодействии с органами по работе с личным составом ДОСАФ России и СМИ Предстоит на высоком уровне провести международный поход дорогами мужества и стойкости в города Берлин и Таргау, Германия И военно-патриотический фестиваль будем помнить Встреча на Эльбе, в Г. Ногинске Московской области Посвященные 70-летию Великой Победы и 70-летию встречи воинов в Красной Армии и американских войск на Эльбе Прочиты на 114 раз